Физкульт привет, друзья! Сегодня хочу с вами пообщаться, пока еду на тренировку, на тему блогерства. Но не простого блогерства. Многие ведь сейчас осуждают того или иного блогера. Как понять вообще, кого смотреть? У меня всегда вызывают улыбку такие вопросы, потому что... Но если говорить откровенно, людей, которые ведут блог исключительно с точки зрения методологии, ну очень мало. Мы можем перечислить на пальцах, наверное, одной руки. Информационные блоги, которые доносят до нас информацию из вида, что где произошло, кто какие соревнования выиграл, я думаю, вы тоже все их знаете. Лучших тоже можно перечислить по пальцам одной руки. Другие блоги, блогеры ведут что-то по типу Дома-2. Снимают свою жизнь. Я понимаю, что в основном в интернете сидят малолетки. И, может быть, даже где-то понимаю таких людей, которые смотрят такие блоги. Но есть самый низкий вид блогерства. На мой взгляд, я бы называл их даже опущенцы. Это те, кто пытался сделать свой контент методологическим, но он не получился. И они начинают, даже не хайпить, они начинают обсирать других людей. Зачастую, в 99,9% случаев, людей, которые лучше, чем они. Пускай даже где-то в каких-то своих выходках, может быть, и смешных. Но человек, который что-то делает, который это показывает, пропагандирует, придерживается того, что пропагандирует, у которого есть последователи, ученики, который дает все равно какую-то информативную пищу для разума, уже наше дело с вами применять, чьи-то методики не принимать. Они достойны уважения только уже поэтому. Но человек, который выискивает говно, даже там, где его нет, пережевывает это все, высирает в виде своих видеороликов, и потом другие люди уже поедают этот высер. Понимаете, да? Я тоже не буду называть этих блогеров, вы все их прекрасно знаете. Скажу только одно, что, на мой взгляд, нет ничего недостойного, более недостойного, чем заниматься такой деятельностью. Это говорит о том, что ты не просто полный ноль. Это говорит о том, что ты вообще просто по жизни говно. Потому что все твои мысли говно, что окружает тебя тоже только говно. И поверьте, смотрит таких блогеров тоже только говно. Если вы вдруг смотрите таких блогеров, друзья, да, вы тоже говно. Потому что у нормального, позитивного человека не может вызывать чувство радости или вообще какого-то либо положительного чувства, когда унижают, оскорбляют, обсирают другого человека. Тем более более успешного. А ведь никому не интересно смотреть, если обсирают кого-то неизвестного, да? Чем более успешного человека подлавливают на чем-либо, неважно на чем, мастурбировал кто-то где-то что-то там с кем-то, или кто-то где-то там оступился, не так упал, вообще неважно. Либо, пожалуй, не так. Все это вот такими высерами, зачастую лысыми, бородатыми, прыщавыми, выпускается в эфир. Вот о чем я хотел сегодня с вами поделиться. Или вот еще очень смешной пример. Один видеоблогер обзывает другого постоянно, постоянно, стриптизера. Хотя вроде бы уже взрослый мужчина, но нет, докапывается, никак не дает покоя человеку с очень маленьким количеством просмотров и подписчиков. Слава другого. И он, естественно, пытается его как-то унизить, обзывая его постоянно стриптизером. При этом, постоянно выражая негативную свою точку зрения по поводу бодибилдеров, непосредственно тех спортсменов, которые выступают на сцене. Якобы выходить в плавках там, светить голым торсом некрасиво, и это не для него. Но, друзья, как это еще назвать, если не старческим маразмом? Практически в 99% своих видеороликов он постоянно с голым торсом. О том, о чем человек учит своих учеников, извините за тавтологию, я вообще не берусь рассуждать, потому что это просто смешно. На мой взгляд, повторюсь уже, что нет ничего более недостойного, чем так себя вести. То есть вы понимаете, да, как складывается жизнь такого человека. Человек выискивает любыми доступными и недоступными способами любую негативную, зачастую, больше чем в 50% случаев, неправдивую информацию. Неважно какую. Чем грязнее, тем лучше. То есть человек копается в говне, как я уже говорил, да, находит его, питается им, переваривает, высирает, выкладывает этот высер на всеобщее обозрение, и другие говноеды продолжают уже эту вакханалию. Ставьте лайк, если вы согласны со мной. Ставьте дизлайк, если вы со мной не согласны. Вот таких блогеров я бы банил. Это даже не блогеры, друзья, это полнейшие по жизни неудачники. Серьезно. Если вы думаете, что кто-то там из них хорошо живет, то вы ошибаетесь. Такой человек не может априори хорошо жить. Если ты что-то делаешь, вообще неважно что, и если ты это хорошо делаешь, то тебя будут и будут обсирать, хайпить, троллить. И как говорят многие умные люди, я слышал это и от Скоромного, и от других блогеров, ведь вы понимаете, что, и вот в последний раз с Дмитрием Головинским мы это тоже обсуждали, у любого человека есть хейтеры, есть тролли. И как ты к ним относишься, у меня тоже есть тролли, есть два вообще таких ярых тролля, но я их не баню, стараюсь вообще на них не реагировать, но они тем не менее все равно продолжают мне создавать трафик, они ставят мне дизлайки, пишут комментарии, а это все равно продвигает мои видео. Ну и они, конечно, не опускаются до таких прям оскорблений личных, может поэтому я их тоже и не баню. Если человек опускается до конкретных каких-то оскорблений, набирает в рот и в руки говно и кидается им, такого человека я, естественно, баню, даже не отвечаю. Поверьте, если реагировать действительно, опускаться на этот уровень, то ты в любом случае проиграешь. Во-первых, будешь выглядеть некрасиво. Во-вторых, ты все равно как-то должен опуститься в это говно, начать его тоже есть. И ты как бы погружаешься как в болото. Зачем? Для чего? Когда вот один из блогеров, там вот как раз таки лысый, прыщавый, там снял, хотя он признался, ему подкупили обо мне обзор, то я не реагировал на это. Почему? Многие вот там, вот, не по понятиям, не ответил, значит, не, значит, ты не прав. Я так не считаю. Я что, должен каждому быдлу, каждому говну, каждой лающей собаке доказывать что-то? Поверьте, я гораздо выше ценю свою жизнь, свой позитивный настрой для того, чтобы каждый раз как-то где-то на что-то реагировать. Ну, идешь, наступил ты случайно в какашку какую-то, что ж ты будешь там носить ее с собой всю жизнь, как-то где-то всем это показывать? Нет, естественно, ты стараешься быстрее очиститься от этого. Ни в коем случае не вступая с этим говном, да, в какие-то дискуссии. Повторяюсь, если ты будешь кому-то что-то доказывать, то, на мой взгляд, наоборот, ты где-то что-то как-то в чем-то в себе не уверен. Я знаю, кто я, мои близкие люди знают, кто я. Кто бы что обо мне не говорил, чтобы на заборе не писали, это все остается на уровне слуга. И ясно грамотному человеку, к примеру, для чего и как это все было сделано. У кого стал весь мой бизнес, мои автомобили, кому отошла моя федерация, которой я владел в России. Зачем мне было кому-то что-то доказывать, оправдываться? Незачем. Во-первых, быдло, которому это нравится, наоборот бы подогрело еще больше, еще больше в говна лилось. Это во-первых. Во-вторых, я не считал необходимым что-либо доказывать этому быдлу, потому что все равно не переубедишь. Ведь даже многие друзья отвернулись. Но что удивило, люди, которые были мне врагами, или которых я считал врагами, поддержали меня, потому что не зря говорят, да, нет, ближе к тебе человека, чем враг твой. Люди, которые считают тебя, или ты их считаешь своими врагами, зачастую, как показывает практика, знают о тебе гораздо больше и понимают тебя гораздо глубже, чем псевдодрузья. Вы не представляете, сколько вилось вокруг меня таких псевдодрузей. Деньги кому-то нужно было одолжить. Кто-то просто хотел на фоне известности твоей тоже быть в известных кругах, чтобы тебя видели, его видели вместе с тобой. У всех разная мотивация. Поверьте, 90% отвалилось. Ситуация, которая с тобой происходит, я об этом всегда говорю, любая, какой бы она тебе ни казалась страшной, негативной, даже если тебе кажется, что все, весь мир рухнул и против тебя, поверь, это все только тебе на пользу. Единственная ситуация, которая тебе не на пользу, это когда забивают последний гвоздь в твой гроб. И то не факт. Все остальное, друзья, поверьте, идет нам на пользу. Если вы, конечно, в это верите, если же вы живете на волне позитива, если вы считаете, что жизнь, мир знает лучше то, что нужно вам. Ведь задумайтесь, когда мы чего-то хотим, к чему-то стремимся, мы очень часто в голове продумываем варианты, как это может быть. Но так поступать нельзя. Нужно поступать с точностью да наоборот. Вы должны жить уже так, с тем чувством, как будто это уже произошло. Я понимаю, что это для многих звучит как глупость, но поверьте, жизнь как отражение в зеркале, только замедленное. И если вы будете так поступать, жизнь приведет вас к тому, что вы хотите. Многие слышали выражение, высказывание, боитесь своих желаний, они иногда сбываются. Да, друзья, и это как раз-таки показатель вот таких многих негативных ситуаций. Вы очень сильно чего-то хотите, очень сильно. И жизнь, видя это, понимая, пытаясь сделать для вас лучше, она не может найти других дорог, кроме как, к примеру, через вот эту негативную ситуацию. Но она для вас кажется негативной. Потому что вы не видите жизненных планов, и как она приведет вас плавно, постепенно к тому, что вы хотите. Вот как нужно понимать высказывание, бойтесь своих желаний. А еще обратите, никогда не задумывались, почему чаще всего, как показывает жизненная практика, сбывается то, не что мы хотим, а чего мы больше всего боимся. Вот чего мы прям так катастрофически всей своей сущностью боимся. То и происходит. Почему? Как раз-таки потому, что то, чего мы боимся, является намерением для жизни. Ясной, как бы, картинкой. Потому что вы этого боитесь мозгом, вы этого боитесь сердцем, спинным мозгом, подсознанием. Вы этого боитесь вообще всем, чем только вы являетесь. Настолько сильно, что вы это и получаете. А почему? А потому, что для жизни образов нету положительных или отрицательных. Есть только та энергия, которую вы плескиваете в жизнь. Если она негативная, если вы только думаете и чего-то постоянно переживаете, то вы это и получаете. Вот почему важно еще быть очень позитивным человеком. Вот почему важно любую, любую негативную ситуацию воспринимать с улыбкой. Не реагировать на какой-то хайп, троллинг в ваш адрес. Я понимаю, это очень сложно. И я частенько бывает срываюсь тоже где-то кому-то, отвечаю. Ну, у меня это я понимаю, почему я очень трепетно отношусь к тем советам, рекомендациям, которые я даю. Потому что это в основном практика, которую я пропустил через себя. Которую я пропускаю через себя. Я делюсь с людьми. А многие люди, просто не читая статьи, книги, не зная, что происходит в закрытой группе. И даже, как показал недавно один дурачок, вот буквально, кому интересно, на YouTube-канале может посмотреть комментарий в видео про креатин. Он написал, о чем видео, коротко объясните, расскажите. То есть, это мой хейтер, да. Понимаете, да, что человек даже не смотрит, не слушает ничего. Но из-за своего говнистого внутреннего состояния, ему обязательно нужно написать какое-то говно. Постараться зацепить человека, чтобы человек в ответ на его реакцию тоже произвел реакцию. И на энергетическом уровне они так питаются. Можно назвать таких людей энергетическими вампирами. Поэтому, друзья, когда вы смотрите какой-то блог, когда вы читаете какие-то статьи, смотрите, что вы смотрите, извините за тавтологию, и что вы читаете. Если эта группа целиком и полностью состоит из говноновостей, если эти видео ничего, кроме какого-то там обзора говна, не несут, то представьте себе, какое количество положительной энергии там есть. Ноль. Там только отрицательно заряженная энергия, и только такие же говноеды сидят и читают или смотрят эти видеоролики. Поэтому, друзья, ну, я не знаю, как еще объяснить, насколько для вас важно то, чем вы себя окружаете. Что вы смотрите, что вы читаете, это все равно на уровне подсознания на вашем откладывается. Вам это нужно? Будьте на позитиве. Воспринимайте весь мир как увлекательное приключение, где жизнь заботится о вас. Давайте вспомним ситуацию, когда все мы с вами были маленькими детьми. Вы когда-нибудь переживали, что вы будете носить следующей зимой? Или что вы будете кушать на ужин? Я думаю, что большинство из нас выросло в нормальных семьях, где вы были окружены родительской заботой и любовью. Вы никогда не переживали о том, что вам нечего будет одеть. Да и вообще, в принципе, не переживали, кроме как какую игрушечку новенькую бы вам подарили. Или как бы сходить на улицы погонять подольше на велосипеде. По крайней мере, в моем детстве так и было. Поощраться с друзьями, поиграть в футбол двор на двор. К сожалению, сейчас, наверное, все это, о чем я говорю, уже вымерло. Но вы понимаете, о чем я говорю, да? Жизнь, друзья, прекрасна, и это прямое отражение ваших мыслей. Вот вспомните это состояние, когда жизнь заботилась о вас через ваших родителей. Не важно ведь, да, через что и как жизнь о нас заботится. Важно, что она заботится. И попробуйте прочувствовать это состояние, вернуться к нему именно вот сейчас, когда вы уже взрослый человек. Прочувствуйте это состояние, перестаньте переживать. Ведь если вы грамотный, образованный человек, вы учитесь, вы работаете, вы все делаете в жизни правильно и грамотно. Почему у вас должны быть какие-то проблемы. Если у вас есть, возникли какие-то проблемы, и если вы позитивный человек, то это говорит только об одном. Что жизнь вас ведет туда, куда вам нужно. Просто через какой-то негативный опыт. Любой опыт есть опыт. Если вы умеете его принять, если вы умеете его переварить, не реагировать на него негативно, то вы будете получать колоссальные бонусы. Вы будете просто победителем по этой жизни. Мне постоянно, постоянно, на любом этапе моей жизни всегда завидовали. Я этого часто не знал, узнавал после. Часто меня это как-то удивляло. Иногда даже немножко мне становилось грустно. Я считал, почему мне завидовать. Жил я в общаге, тяжело работал. Мне всегда почему-то все равно завидовали. Но с высоты прожитых лет, скоро мне 43, я могу сказать только одно. Я всегда относился к жизни легко и просто. Мне многие это ставят в упрек до сих пор. Но я считаю, что основная задача твоя, как человека, как мужа, как жены, как ребенка, быть счастливым. Потому что, что бы с тобой ни случалось в этой жизни. Сколько бы у тебя не было денег. На какой работе бы ты не работал. На какой бы тачке ты не ездил. Если ты несчастный человек, то ничего и никто в твоей жизни не будет тоже счастливым. Ты не будешь дарить ни улыбки, ни счастья. Задумайтесь об этом, друзья. Задумайтесь об этом. Относитесь ко всему проще. И к тренировкам, и к жизни, и к питанию, и к вашему мировосприятию. Единственное, фильтрируйте, фильтруйте то, что вы в себя пускаете. Ту информацию, которую вы смотрите, читаете, тех людей, с кем вы общаетесь. Поверьте. Да, друзей нужно выбирать. Выбирать друзей нужно из тех, с кем вам приятно общаться. С кем вам не нужно думать, что можно сказать, что нельзя. Который поддержит вас в любой ситуации. Абсолютно в любой. Таких, конечно, практически нет. Но все же к этому нужно стремиться. На самом деле, друг может быть только один или два. Все остальные товарищи. Как показывает моя практика, самый преданный друг – это твоя жена, твоя супруга. Друзья, надеюсь, вам нравятся такие ролики тоже, которые я снимаю просто. Кто-то подумает, совершенно далекие от тематики тренинга, питания. Но только недалекий человек может так подумать. Ведь все в этой жизни связано. Связано двумя нитями. Либо нитью позитива, либо нитью негатива. А в конце расскажу вам анекдот. Анекдот от хэви метал, который родился у меня в голове. Часто спрашивают, важно ли мужу присутствовать при родах. Да? Что вы об этом думаете? А я думаю, что мужу гораздо важнее присутствовать при зачатии. Ну что, друзья, на этой позитивной ноте давайте попрощаемся. Всем хорошего дня. Я знаю, что в России сейчас раннее-раннее утро. У нас начало седьмого вечера. Восемнадцать десять. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь с хэви метал. Пишите в комментариях, понравилось вам, не понравилось. Делитесь моими роликами в соцсетях. Ставьте обязательно. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Это помогает все развиваться каналу. Ну и, конечно же, друзья, всегда-всегда будьте на позитиве. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство. И нас в группе уже 344 человека. И ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанную на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку. Вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Факт фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok